Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android. Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android. 6.26 РИА Новости, Рамиль Сиддиков. Samsung Galaxy S9. РИА Новости, Рамиль Сиддиков, Москва, 6 июл РИА Новости. Специалисты из компании KSICE, специализирующиеся на кибербезопасности, раскрыли новое мошенническое приложение для смартфонов на системе Android, жертвами которого могли стать несколько миллионов человек, пишет портал Medium. По словам экспертов, пользователям предлагается скачать в магазине Google Play, приложение Updates for Samsung, обновление для Samsung, где собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков. 24 мая, 11.4 клиенты банков могут потерять сбережения из-за SMS с кодами, пишут СМИ, однако после установки приложения пользователи попадают на сайт update.com, где размещены различные статьи и новости про Android, снижающие об деятельность пользователей. Кроме того, в некоторых разделах приложения размещены многочисленные рекламные объявления, мешающие комфортному использованию, которые предлагается убрать с экранов за 9 долларов, около 570 рублей. При этом приложение также предлагает годовую подписку на обновление смартфона за 34,9 доллара, около 2200 рублей. Однако оплата услуг происходит не через Google Play, а приложение получает всю информацию о кредитной карте пользователя. Тем не менее, в приложении есть опция бесплатного доступа к обновлениям, но в этом случае скорость загрузки не будет превышать 56 килобайт в час, а файл размером 700 мегабайт будет загружаться около 4 часов. Поэтому многие пользователи не хотят ждать и предпочитают заплатить, чтобы побыстрее получить обновление, но на самом деле передают приложению данные о своих кредитных картах. Эксперты компании призывают пользователей быть внимательными, поскольку у этого приложения более 10 миллионов скачиваний в Google Play, и непонятно, сколько из этих пользователей перевели деньги. Специалисты также подчеркивают, что обновлять смартфон нужно только через внутренние настройки, а не через сторонние приложения.